Седьмой класс, 31 серия. Логика. Основное понятие в логике – это понятие высказывания. Это всякое утверждение, о котором имеет смысл говорить, истинно оно или ложно. Давайте рассмотрим примеры высказываний. Число 35 делится на 5. Да, все верно, это истинное высказывание. 12 – простое число. Нет, неверно, это ложное высказывание. Не является высказыванием. Х делитель числа 14. Неизвестно, какое значение принимает х. Может быть, это делитель, а может быть и не делитель. То есть, это не высказывание. Из любого высказывания можно получить новое высказывание, его отрицание, добавив частицу «не» или слова «неверно что». Причем, если исходное высказывание было истинно, его отрицание ложно и наоборот. Из двух или нескольких высказываний можно получить новое высказывание, соединив высказывание с союзом «или». Получится сумма высказываний или дизюнкция. В каком случае дизюнкция истинна? Дизюнкция истинна в том случае, если оба высказывания истины и в том случае, если истина хотя бы одно. Например, высказывание А – истина, высказывание Б – ложно. Дизюнкция будет истина. Итак, если истина хотя бы одно, дизюнкция – истина. Дизюнкция ложна, если оба высказывания ложны. Исключающая дизюнкция – высказывание или А, или Б. В каком случае будет истина и в каком – ложно. Если оба высказывания истинны, исключающая дизюнкция будет ложна. А истинной будет только в том случае, когда одно из высказываний – истина, а другое – ложно. Исключающая дизюнкция будет истина. Или наоборот. Высказывание А – ложно. А, высказывание Б – истина. Исключающая дизюнкция будет истина. Вот только в таком случае исключающая дизюнкция – истина. В остальных случаях она ложна. Решим задачу логическую. В трёх коробках лежат шары. В одной – два белых, в другой – два чёрных, в третьей – белый и чёрный. На коробках этикетки – белый, белый, чёрный, чёрный, белый, чёрный. Содержимое не соответствует этикетке. Как узнать, в какой коробке что лежит, взяв только один шар? Допустим, это этикетки на коробках, а вот это содержимое коробок. Значит, надо подойти к коробке, которой этикетка – белый, чёрный. Допустим, вытащили шарик, и он оказался белым. Значит, там лежат белые шары. Белый и белый. Потому что белый и чёрный лежать не могут. Содержимое не соответствует этикетке. И если взят белый шар, значит, там два белых. В таком случае, на той коробке, где этикетка – чёрный, чёрный, там будут лежать не два чёрных, а белый и чёрный. Потому что чёрный, чёрный там не могут лежать. Содержимое не соответствует этикетке. И тогда этикетка – белый-белый, а содержимое – чёрный, чёрный. Так, хорошо. А допустим, был взят не белый шар, а чёрный. Значит, мы подошли к коробке с этикеткой – белый-чёрный. И допустим, взяли чёрный шар. Значит, там лежат два чёрных. Тогда на коробке, вот где написано «белый-белый», там белый-чёрный. А там, где написано «чёрный-чёрный», там будут лежать два белых. Вот так, взяв один шар, можно узнать, где что лежит. Вторая задача. Найдите целое решение уравнения. Это неоднородное, неопределённое уравнение, линейное, с двумя неизвестными. Давайте попробуем найти частное решение. Частное решение угадывается легко. Если х равен двум и у равен двум, значение суммы будет 14. Зная частное решение по формуле, находим все целые значения х, вот это частное решение, плюс коэффициент при у умножить на n. А все целочисленные решения, вот у по этой формуле, это частное решение. Затем минус коэффициент при х умножить на n. n – целое число. Задавая разные значения n, подставляя в эти формулы, будем получать частные целые решения. Допустим, n равно 0. Получаем частное решение 2, 2. Допустим, n – 1. Подставляем 1 сюда и сюда. Получаем частное решение х равен 7, а у равен 0. И таким образом можно получить бесконечное множество целочисленных решений, потому что множество целых чисел бесконечно. Такая задача. Найдите целые решения уравнения. Вот если это слагаемое перенести в левую часть, получится 3х плюс 6у. Обратите внимание, коэффициенты при неизвестных числа, делящиеся на 3. Значит, левая часть, значение суммы слева, число, делящееся на 3. 16 на 3 не делится. Значит, данное уравнение не имеет целочисленных решений.